Друзья, привет! Такое даже в голове тяжело укладывается. Мать благодарит Пригожина за то, что сына ей вернули. Но, правда, есть один нюанс. Уважаемый Евгений Викторович, я мама Саши Березневой. Я очень вам благодарна только за то, что вы моего сына вытащили с поля боя и достойно я его пох***ла. Дай Бог вам здоровья. И желаю вам и вашим всем ребятам, военным, чтобы мамы вас дождались давно. Всего вам доброго. Я вам благодарна. Мать благодарит Пригожина, вы знаете, о ком идет речь, за то, что сына вернул, но, правда, сына больше нет. Спасибо вам, Евгений Викторович. Не за то, что сына живым вернули, или не за то, что, в принципе, сын живой. Нет, спасибо, что вот привезли. А это сам Евгений Викторович. Общается с теми, кто вернулся все-таки. Кто-то целым и невредимым, кто-то просто целым. Евгений Викторович, вот такая вот здесь информация. Я знаю, что в министерстве обороны есть отряд, непосредственно, где украинцы набрали с исповедственных учреждений. Мы все парни здесь травы, мы первый раз сидевшие. Вот мы с ними лично воевать не будем. И никто воевать не будет. Мы сами представляете, что по 20, по 30, по 40 лет сидели. Некоторые за руководителями, по-другому, все. Вот как? Ну, есть такая проблема. А что тебе, мы каким-то там лейтенантам, что ли, будем подчиняться? Да мы просто возьмем рак, не забенем. Зачем нам лейтенантам? Тот говорит, набрали отряд обиженных. Мы с ними вместе воевать не будем. Но вы сами понимаете, мы все парни здравые. Кто-то и по 20, и по 30, и по 40 лет отсидел. Евгений Пригожин собрал здравых парней, людей, которые отмотали и по 20, и по 30, и по 40 лет. Я думаю, что вы понимаете, что они такого натворили. За мелкое хулиганство, извините меня, таких сроков не дают. Нет, конечно, может быть, кто-то репост картинки ВКонтакте сделал. Кто-то, может быть, мотает серьезный срок за это. Исключать не будем. Но, тем не менее. И вот эти люди, их сейчас отправят в общество. Парни, вам повезло, что то, что вы были в коллективе нормально. То, что вы приехали к нам, здесь, в принципе, все друг друга понимают. Ни у кого нету, как говорится, пальцы простовые для того, чтобы что-то пытаться объяснять, то, что не нужно. Да нет, просто здесь вот все мужики, которые вот здесь себя, мы все, кажется, уже братья и хорошо. Да, да. Знаете, мы не один год, не два года, и не пять, и не десять лет. Мы, ну, сплоченность у нас такая, старая, арестантская. Как вот есть, так и есть. Ваша компания нам очень понравилась. Я с удовольствием вернулся благодарю. И то, что вы делали, вы, на самом деле, с этой сплоченностью и вытаскивали многие-многие вопросы. Сейчас вот с санитарами разговаривали, там, с Питаляна передов, ближе, подвигают, что там, ну, много людей. Сейчас, слава Богу, появились места укрытия, более-менее, сами все знаете, не будет распространяться. И все одно и то же говорят, что все, каждый за своего товарища горой лечит. Спасибо за данную возможность. Порядочные арестанты благодарят Пригожина за такую возможность побыть в дружном мужском коллективе сплоченном, съездить в другую страну, потому что эти люди за всю свою жизнь, кроме решетки и неба в клеточку, ничего не видели. А здесь, благодаря Пригожину, в другую страну съездили. Мир, можно сказать, посмотрели. Вот они, традиционные ценности. Как вам такое? И, судя по всему, вот эти люди, они сейчас выйдут на свободу. Там каждому из них еще сидеть и сидеть, как говорится, сколько отсель не видать. Но их все выпускают в общество. Их помиловали. И, судя по российскому законодательству, каждого из этих людей лично освободил президент. Потому что неопределенный круг лиц он освободить право по закону не имеет. Но это если по закону. За освобождение каждого из этих людей лично, получается, несет ответственность Путин. Напишите, друзья мои, в комментариях, как вы? Рады возвращению порядочных арестантов в таком количестве? И вот посмотрите, куда эти порядочные арестанты сейчас вернутся. Драма разворачивается на просторах нашей бескрайней родины. Честно сказать, удивительные вещи. Европа там замерзает, Америка загнивает. А это процветающая Челябинская область. Поставили его несколько лет назад, но в один из январских дней клозет исчез. Кто лишил сельчан комнаты раздумий и жег в печи вместо дров? Яна сконечно выясняла все подробности. В Вестях проводят разоблачения в стиле лучших мировых детективов. Шерлок Холмс нервно думает в сторонке над своим поведением. Построили, говорит, клозет, место для раздумий. А кто-то вот это место для раздумий похитил. Как вы думаете, кто это сделал и для чего? Элементарно Ватсон. Удручающее и даже немного депрессивное зрелище конструкция бывшего туалета сейчас больше напоминает эшафот. Удручающее, говорит, зрелище. Если не смотреть даже вот на этот эшафот, посмотрите вот так вокруг. Да, действительно, картина удручающая. Но не эта ассоциация расстроила местного фельдшера, когда нужда привела его сюда в первый рабочий день этого года. В самом ФАПе туалетной комнаты никогда не было. Фельдшера, который приехал, очень сильно расстроило отсутствие туалета. Посмотрите, как выглядит вот этот, что это, амбулаторный пункт или что такое. Потрескавшиеся стены, деревянные окна, которые еще затычками протыкиваются и сверху заклеиваются. Вот это его не расстроило. А вот отсутствие деревянного туалета расстроило. Дырки в полу. Негде теперь подумать посидеть над своей жизнью. А так вот он сидел, смотрел вниз и думал, да, есть куда еще стремиться. Поэтому на задворках четыре года назад и построили деревянную будку. А в новогодние праздники она исчезла. Десять тысяч мы по договору заплатили за этот туалет. Все, вот буквально несколько лет он послужил и нашлись такие нерадивые граждане, которым он понадобился больше, чем всем остальным. Ну как нужен был? Ну люди же ходят у нас, и на почту ходят, и в больницу так же самое. А куда людям ходить в туалет-то? Нашлись такие граждане, которым потребовалась эта будка больше, чем другим. Это же местная реликвия, местная достопримечательность. Гендерное нейтральное сооружение. Вот Лаврову бы показать, Лавров бы сейчас одобрил. Нашелся какой-то негодяй, взял и похитил. А кто это сделал, интересно, все-таки? Народный гнев, а еще ответственность, ведь отхожее место стояло на балансе администрации, заставило главу поселка обратиться куда надо, написать заявление о краже. Чутье привело участкового вот к этому дому, мол, только его обитатели могли пойти на такое преступление. Чутье привело участкового. Участковый по запаху обнаружил преступников. Вот, вот по этой самой тропинке они пришли, а сзади след какой-то тянулся. Они единственные в деревне и нигде не работают. Возле крыльца до сих пор лежат улики. Возле крыльца стоит самый настоящий трон. Сразу видно, зажиточные крестьяне живут. Я не знаю, что жалуются. Вот тем людям, у которых кресло даже на улице есть. Зачем им потребовался деревянный саркофаг? Место для раздумий. Свежие щепки и топор. Говорят, вы туалет украли общественный. Правда? Нет. Ну, честно скажите. То есть топить было нечем, да? Владимир, так представился похититель туалета, мотивы преступления не скрывают. Ветки окрестных деревьев сырые, не горят. Общественная будка показалась сухой и очень подходящей для растопки. Он разломал ее прямо на месте, погрузил в коляску. Вот она стоит во дворе. Клозетные дрова подарили супругам два дня тепла. А потом пришел участковый. Я говорю, а зачем ты туалеты разобрал? Можно без туалета было и хоть веток набрать. А поздно уже. Печка сегодня холодная, дров нет. Владимир точит орудие. На этот раз не преступление. Пойдет отпиливать доски от какого-то сгоревшего дома. За кражу поселковой собственности мужчину будут судить. А медики из ФАПа теперь ходят по нужде в соседнее здание к чиновникам администрации. Новый туалет глава пока строить не рискует. Ну все, ребят. Попал мужик. Попал на серьезный срок. Но это ничего. Сейчас к Пригожину попадет вместе с порядочными арестантами. Съездит на экскурсию в другую страну. А всего лишь-то навсего для карьерного роста нужно было туалет похитить. Деревенский. Но должны же быть какие-то хорошие новости. Вот я вам рассказываю то, что происходит в России. Вы пишите комментарии, что происходит у вас в регионах. Есть отличные новости. Потрясающие. Вот допустим взять Томскую область. В Томской области даже воспитатели детского сада живут лучше, чем замерзающие европейцы. Посмотрите внимательно на скриншот с сайта госзакупок. Оказание услуги по организации участия представителей заказчика о проведении образовательной стажировки, образовательное путешествие в будущее. Город Дубай, Арабские Эмираты. Заказчик. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение. Детский сад комбинированного вида номер 6 города Томска. Стоимость контракта 145 тысяч рублей. Получается, воспитатель из города Томска, рядовой, может посмотреть на будущее в Дубае. И на это выделяется 145 тысяч рублей. Я не исключаю, что это не обычный воспитатель, а директор детского сада решил постажироваться в Дубае. Интересно, конечно же, что ему в Челябинске не стажируется, зачем в Дубай в этот летать. Но тем не менее, смотрите, даже в детском саду могут себе это позволить. А вы говорите, вот у учителей зарплаты маленькие. Кстати говоря, если внимательно прочитать название вот этого самого путешествия, образовательное путешествие в будущее, то есть у России такое же будущее у нефтегазовой державы, как у Дубая. Стоит только потуже затянуть ремни, еще немного потерпеть, сделать скачок, рывок, прорыв и с криком Гойда стать Арабскими Эмиратами.